Друзья, если вам еще не надоел, то сегодня суббота, 13-е. Я тут позавчера снимал в кино, а был 11-е, а я сказал 13-е. Вот сейчас поправляюсь. Вот оно, 13-е августа. В этом году, несмотря на дикую жару, созревание идет медленнее обычного. Годом бы раньше, двумя, все это давно закончилось бы 2-3 недели назад. Как всегда, ищу причину. Наверное, полная стопроцентная засуха, невероятная. Сегодня на рынке встретил Тотара Владимира Александровича. Уникальный садовод. Он мой пайщик. Вот у него в этом году худо-бедного родились сливы венгерки. Вот. И он поделился со мной, а я поделюсь с вами. Он мой пайщик, подчеркиваю. Чем можно объяснить, поговорили с ним, потому что у него свои проблемы. Засуха еще больше, более дикая. И сейчас стал вопрос, где мы будем брать черенки на прививку. Вот за, видите, смотрите внимательно. Вот это вот чистый абрикос. Это учебный фильм очередной. Вот. Что тут за сухие листья? Никогда такого у меня не было. Вот, ладно. Может, потому что в тени. Итак. Внизу подвой абрикос. Вот он, смотрите. Великолепный абрикосовый подвой. Причем, хотя это манджорис, я только на манджорисах приваю. Очень-очень крупные листья. Мне интересно. Я не стал ничего. Я не дурак, как нас учат дураков. Вот. Берите, отрезайте все. Чуть ли не до метра. Оставил ветку подвое. А это слива. Не верите? Вот смотрите сюда. Тут осталось несколько доказательств. А, вон еще есть. Это доказательства того, что я не обманываю это слива. А подвой, вот та самая ветка справа. Видите? Вот она. Смотрите внимательно. К чему я так говорю? Можно ждать сюрпризов. Вот там, где вот эта ветка, еще раз, это стопроцентный подвой абрикос. Видите? Я все сливы поливаю на абрикос. По возможности. Нет, не так. Если есть возможность, то стараюсь разнообразить. Почему? Мне нравится работать с химерами. Как нас с Латинковым еще лет 10-15 припечатали словами. А вы шаманы? С трибунови садоводов России. Да. И у вас растут химеры. И вот здесь примерно прививка, примерно, по-черкну. В этом районе. Я даже могу показать, где она. Вот она. Видно, вот она. Вот. Тема парца. Видно, вот она. Вот это граница. И в районе 50 миллиметров вылезла химера. Теперь листья у маньчжурского абрикоса. Укрупнились раз в три. Если не пять. И посмотрим, вот они. Посмотрим, что теперь будет. Но это надо еще дожить. Вот. Ну, а вторая надежда, что они, как у Чернобаева, возьмут и станут розовыми. Мы так ту химеру и назвали с ним. Венгерка розовая Чернобаева. Моя розоветь не стала. Повторить это чудо не удалось. Но, тем не менее, я же дерево не испортил. Нет? Нет. Засуха дичайшая. А плоды, смотрите. Очень даже полноценные. Вот они уже падать начали. Те, которые не собрали. Вот. Ну, пойдем дальше. Очень добросовестный человек Андреев. Вы уже с ним знакомы. Удивительный человек. Молчун. Вот. Это он. Видите? Это маньчжурский абрикос. Ну, уже. Сейчас еще раз. Тут хорошо рядом. Это уже собраны маньчжурцы. И тут половина жердели. Ну, согласитесь, собраны абрикосов. Маньчжурских много. Так. А тут как будто и не собирали. И на дерево их еще очень прилично. Особенно вон та ветка там. И опытный глаз. Это 5-10 ведер. Еще висит. А упало. Ну, 10 ведер это самое малое. А почему Андрей вспомнил? Вот это дерево. Манитоба. Канада. Вот оно. И посмотрите, как тщательно он отделил. И за границей. И те сыпались. И те сыпались. Вот как здесь. Смотрите. Видите? И те, и те. И вот он отделил. И никакие ошибки не будет. Манитоба как подвое не используется. Это очень крупный культурный сорт. Почему в данном случае мелкий? Засуха невиданная. Невероятно. Идем дальше. Идем дальше. Что мы видим? Мы видим единственное дерево. Мое ранецко. Ранецко великолепное. Посмотрите внимательно. Она вернула молодость. На 30-м году. Когда, смотрите. Она была фактически вся спилена. Видите торцы. Вот они. Она была вся спилена. Вернула молодость. В каком смысле? Она снова стала крупная. И вкусная. И вот от нее. Смотрите. Я беру вот эти вот самые. Потом. Видите семена? Она еще для меня не спела. Она будет лежать еще месяц. Потом я только соберу. На семена. Для вас. Поддон великолепная. И сама вкусная. Знаете, что такое приполярные области? Ну, сюда к повороте приполярия. Вот до них. Вы чего? Ничего не придумали. Посадили. Вырастили. А руки честца. При рете. К ней прерываются самые роскошные сорта. Что я вам еще не показывал? Этому дереву. Примерно. Так. 90-й год. 90-й год. 32 года. Пришел черенки мне. Не подумайте. Видите грушу. Это не груша. Просто соседство сильно близкое. Груша его накрыла. Это чернослив. Заказать. Сколько он еще продержится. Я не знаю. Последнее дерево чернослива у меня. Смотрите. Вот оно. Естественно, что так же. Но. Чудо. Показать. А вдруг завидовать будете. Ну, косточки выбрасываю. У меня их много. На других деревьях. Вот. Вот такое дерево. Вон они. Правда. Уже посыпались. Сиду кольца еще 2 года. Перенесла несколько страшных зим за 40. Как они выживают. Основной стол давно погиб. Ветку боковую. Я не стал. Как другие. Сдуру. Она еще была. Сдуру подчеркиваю. Называют их жировиками. И уничтожает. Она теперь играет роль основной ветки. Видите, да? Вот она. Ну, эти плоды вы видели. Тут осталось штуки 3. А, вон он. Для ясности. Теперь. Сбоку она появилась. И есть такая особенность. Вот это все метричина. Смотрите. Главное не повторяйте глупостей, которые поразили все СМИ. Видите? Вот. Вот это вот якобы надо все уничтожить. И вот это вот все содрать. Вот это. Вот. Подлость. Вот это все надо содрать. Не трогать. Руки прочь. Грибы. Они едят метричину. Тоже нельзя трогать. Дерево спаслось. И плодоносит только потому, что вот эта часть как бы не затронута. Она бы давно была бы мертвой, если бы я брал щетку по металлу и занимался той дурью, которой пронизана вся литература и все эти самые. Весь интернет. Вот она. Смотрите. Вот она. Абсолютно живая. Да, есть попадаются сухие веточки. Но это потому, что она в тени растет. Вот так сохранить. 32 года дерево. В 90-м году мне веточки прислал сам Чернышев Валерий Петрович. Царство ему небесное из Саратова. Ученый-агроном. Тогда ученые морды не воротили от нас, садоводов-любителей. И уважали. Вот. Я продвинул на север. Или не продвинул. Вот она еще раз. Я продвинул ее. Вот вам показывал только сейчас. Дерево прививка на... Слива на манчжурском абрикосе. А вот эта прививка. Прививка на китайской сливе. Вот так надо двигать. Вот только бы вот этих дураков нет. Они не дураки. Он может быть прекрасный. Там что-то инженер стоит. Но уверовал в том, что вот это все ненужное дерево. Вот это. И что это все вредит ему. Надо омолаживать. Вот это все уничтожать. Вот до такой степени довели садоводство. Представляете, сейчас бы щеткой драть это все. Не подходить. Не подходить. Идем дальше. Кое-что мы с вами уже видели. Упала ветка. Видите? Вот она. Упала, упала. Рухнула. Сильно большой урожай. Груш имеет свойство выращивать ветки почти вертикально. Но тут перебор. Ладно. Ничего не случается. Некоторым деревьям мы подходили. К некоторым. Изучали их. Вот. Интересно, что это один из академиков. Когда-то он оказался самый мелкий. Грамм по 40. Когда потомство растил. От боли у старших товарищей. Что вы думаете? С каждым годом укропнялся и укропнялся. Но этот год особый. Все-таки нету. В этом году. Самое главное. Влаги в почве. Вот. И он опять обмельчал. Ну ладно. Вон они. Вот такие вот. А вот эти вот. Основательские. Это. Интересно, да? Еще один из ветеранов. Сейчас покажу. Это бай. Один из ветеранов. Иду ли я плоды бая. А, вот они. Тут перемешку. Плоды бая. И плоды манжурца. Разница почти исчезла. Из-за дикой засухи, огромного урожая. Бай измельчал чуть ли не до уровня манжурца. А как получилось дерево. Так сказать. Сянские близнецы. Я тогда делал прививки очень высоко. Ну дерево за 30. Начинал как все. Вот. Недавно прочитал одного товарища. А железов советуют у земли. А я в 30 сантиметрах. И показывают прекрасные саженцы. Ну что скажу. Ну если бы он еще и хотя бы. Попробовал бы. Тут же где-то еще и все-таки у земли. А потом сравнил. Вот. Я в 30 сантиметрах могу. От земли привить. Тоже будет прекрасно. Но у меня позади 30 тысяч саженцев и всех. Наверное я понимаю о чем говорю. Так. Тут опять наключится интересная тема. Ну короче смотрите. Вот это вот. Была высокая прививка. Где-то она. Наверное. А вот. Да видно. Вот она. Вот эта прививка. От подвоя пошла ветка. Та, которую надо уничтожить. Или не уничтожил. Сколько с тех пор она дала плодов. Но манджорцы. Вот они которые мелкие. Видите это манджорцы. Вот они. Тут уже собирали не раз. Но самое интересное что. Такое ощущение что с нее еще ничего не падало. Видели что творится на дереве. Здесь плохо видно. А так бы вы такое бы разглядели. За голову бы схватились. Оно бесконечное. Ну и немножечко учебы. Смотрите внимательно. Вот это вот. Когда она отделилась. И начала ветка снизу плодоносить. Она росла. Росла. И дала скелет. Видите. Вот он скелет. Теперь смотрим. Вот она пошла сюда. И вот она дала. Смотрим. Вот этот побег. Вот этот побег требуется. У меня вебинар был. И еще один будет. Снова. Это будет 18-го. Повсезавтра. Когда я вижу вот эти дедские советы. Убираем жировики. Вот. Мне хочется. Ну вот кого. В экран плюнуть. Потому что как до него дотянуться. До этого дурака. Который жировики требует. Чтоб мы убрали. Вот. А это нормальное дерево. Вот это. Посмотрите. Вам показать сколько на нем плодов? Посмотрите. Видели? Видели? Вот у меня жировик. А. Для этого нужно было подождать немножко. Но этот сразу. На второй год на всякую плодоносить. Почему? Законная почка. А теперь показываю. Веточки незаконные. Они, как правило, вот так себя ведут. Вот. Они ближе к торцам, к обрезке. Не выдерживают морозов. Сюда проникает мороз. Вот так вот. Да? Вот они мерзшие. Видите? И вот вторая такая же. Вот. И разница между ними еще одна. Вот. Здесь благоприятное место. Я сейчас тему выращивания, вернее, тему появления вертикальных веток из выросших из клеток. Клеточного материала, который вот тут вот. Их миллиарды, они могут расти. Вот. Опускаю. Не трогаю эту тему. Просто вот здесь более место хорошее. Вот эта ветка дает уже ведра целые. Главное, не повторять эту дурь. Насчет жировиков. Это просто как бы призрительное слово. Ах, жировик, отуй его. Вот. А получилось как? Здесь, дальше, в ветке. Почему вот здесь торцы? Да просто я с них сереньки не брал с этого дерева. Почему? Эта ветка пошла от подвое. Боревой вот он. Вот он, бай. Вот он. Вот он, вот он. Вон он. Вон он. И вон он к соседам залез. Почему соседи мне никогда не обижаются, что затеняют их площадь? Догадались, нет? Посмотрите, что делается на территории соседа. С моего дерева. Смотрите. Видели, видно, нет? Вот это и есть настоящая дружба. Вот. Так, дальше пойдем. Итак, когда начала вот эта ветка отсыхать, я же не знаю, я ее потом отрезал. Она начала отсыхать. Взамен появилась вертикальная ветка, побег. Она не значит, что она вертикальная, ненужная, аж и равик. Она потом раз, раз, раз. Она потом раз, уже не вертикальная. Это просто скелет. Пусть с наклоном. Вот. И не надо ее трогать было. И никто ее не трогал, я не трогал. Вот. Я отучаю от этого. Вообще, чтобы не росло на дереве, у дерева, это один из моих законов, вновь придуманных. Вновь подчеркиваю. Может быть, кто-то когда-то рассказывал, но, может, один на тысячу. Вот. Но не был услышан, потому что не может быть, чтобы в 22-м году, в 21-м году впервые прозвучало. Руки прочь от дерева. Нет ни одной, не только лишней ветки, нет ни одного листика лишнего, нет ни одной почки лишнего. И даже когда дерево умирает, ветка-ветка умирает, это не значит, что ее надо сразу все уничтожить. Например, вот тут вот. Она спокойно может ожить хотя бы местами. Вот это вот мы с вами поговорили. Субтитры создавал DimaTorzok